Они были изгоями греческого мира, пока один человек не возвысил их и не вознёс на вершины империи. Александр был одним из самых великих полководцев в истории человечества. Он отдавал себе отчёт в том, что живёт в эпоху технического перевооружения греческой армии. Александр Великий использовал технологические достижения, чтобы завоевать новые страны и превратить обширные территории от Египта до Индии в греческую империю. Греки завоевали весь известный тогда мир. Таким образом, они экспортировали свой стиль жизни, так как были уверены, что он является наилучшим из всех возможных. Но не бывает царств без царей. Если бы Александр был мягким и приятным во всех отношениях наследником, то его империя распалась бы так же быстро, как и появилась. Как создавались империи. Греция, эпоха Александра Македонского. 404 год до н.э. Жестокая, кровопролитная 27-летняя война подошла к концу. Бывший когда-то самым сильным, афинский флот уничтожен, и афины умирают от голода, оказавшись в руках своего давнего врага Спарты. Ричард Биллоус, университет Колумбия. Тот, кто командовал афинским флотом, совершил ужасную ошибку, которая привела к тяжелой битве и полному разгрому афинен в месте, которое называлось Эгоспотамой. В течение последовавших за падением Афин 10-ти спарты и фивы соперничали друг с ним за доминирование в Греции. Но в 359-м до н.э. 22-летний юноша стал царем одной удаленных северных греческих провинций – Македонии. И за 20 лет изменил всю Грецию. Его звали Филипп II. Барри Штраус, Корнерский университет. Македония была забавной греческой провинцией. Можно сказать, что это девушка на выданье, но все никак не везет. Она обладала огромными людскими и природными ресурсами, но никак не могла соединить их друг с другом. Греки, жившие в городах-государствах, считали македонцев не слишком развитым народом. Но за 20 лет Филипп объединил и изменил свою страну, превратив ее в самое сильное в военном отношении государство из всех когда-либо существовавших на территории Греции. Филипп использовал два пути, чтобы возвысить Македонию – дипломатический и военный. Он начал заключать союзы с соседними провинциями и в то же время реформировал македонскую армию, превратив военную службу в полноправную профессию. Основой его новой профессиональной армии стал корпус инженеров, которых Филипп привлек для разработки и создания новых типов оружия. И это стало уроком для всех будущих поколений, уроком того, как нужно воевать, чтобы побеждать. Эллинистические города не признавали Македонию истинно-греческим государством. Люди, называвшиеся македонцами, так долго боролись с варварами, что и самих себя стали считать варварами. Но Филипп II не был варваром. А если и был, то самым гениальным варваром из всех, которые когда-либо жили на Земле. Привет, я Питер Веллер. Основой военной стратегии Филиппа было разумное сочетание кавалерии и пехоты. А основой пехоты была организация солдат в фаланге, то есть прямоугольная группа легко вооруженных воинов, передвигавшаяся с очень высокой скоростью. Фаланги были основным боевым строем греческой пехоты уже сотни лет. Но теперь Филипп решил снабдить их оружием нового типа, которое еще никогда не встречалось на полях сражений. Джордж Закардакис, журнал «Фокус». Новшество, введенное Филиппом, состояло в изменении формы фаланги и вооружении ее длинным копьем, которое называлось «Сариса». Такая фаланга действовала, как огромный танк. «Сариса» представляла собой копье длиной почти в 6 метров, которое могло поражать врагов до того, как у них возникала возможность использовать свои мечи или более короткие копья. Вы направляете острие копья на врага, чтобы оттолкнуть его. И тут возникает ситуация, похожая на то, когда, скажем, ребенок пытается напасть на взрослого, а взрослый кладет свою руку на лоб ребенка и не позволяет ему приблизиться. Так что маленькие кулачки ребенка лишь бестолку растекают воздух. Таким же образом работало копье у воинов в фаланге мкидов. Благодаря натренированным, дисциплинированным и хорошо экипированным солдатам македонская фаланга успешно противостояла врагу в традиционном бою. Но еще одно инженерное изобретение сделало армию Филиппа окончательно непобедимой. В течение почти всей своей военной истории греки не проявляли особенного мастерства при осаде вражеских городов. Но около 400 года до н.э. в этой области произошел резкий скачок. Тысячелетиями лук со стрелами был важнейшим военным оружием. Но сила выстрела из лука определялась индивидуальными возможностями стрелка и мышцами его рук. Одним из первых греческих изобретений в этой области стало создание такого лука, где использовалась сила всего тела стрелка, а не только его рук. Первым оружием, которое греки использовали при осаде, были усовершенствованные луки, которые назывались гастрофеты. Они были намного крупнее и имели дугообразный элемент на конце, который упирался в живот. Стрелок натягивал тетиву двумя руками, одновременно помогая себе с животом. В результате создаваемые силы натяжения было намного больше, чем в обычном луке. Гастрофеты были мощнее обычного лука со стрелами. Но для полной уверенности в победе над любой армией необходимо было еще более совершенное оружие. Чтобы побеждать любого противника, им требовалось оружие нового поколения. Они должны были изобрести катапульту торсионного действия. Такая катапульта использует напряжение, создаваемое за счет скручивания торсионов, в качестве которых использовались пучки сплетенных жил, иногда конских волос, и в некоторых случаях даже человеческих волос, которые сплетали толстые веревки. Греческие инженеры изобрели подобное устройство, работавшее по принципу гастрофета, установленного на платформу, которую они назвали стрелометом. Вместо того, чтобы использовать напряжение, создаваемое телом человека, в стреломете использовалось торсионное напряжение скрученных веревок. В стреломете запасается огромная энергия. Пучки жил стремятся распрямиться и освободить ее. Но не могут. В эти пучки вставляются специальные рычаги. Отводя их назад, вы еще больше увеличиваете и без того огромное напряжение. И когда стрелок освобождает эти рычаги, жилы распрямляются с колоссальной силой и скоростью, несравнимыми с таковыми у обычного лука. Расстояние больше не спасало солдат противника от внезапной и жестокой смерти. Стрелы, выпущенные из стрелометов, пробивали щиты и доспехи врагов на расстоянии почти в четверть мили. Тогда и родился термин, который мы используем до ныне – катапульта. Слово катапульта означает «проникающий сквозь кожу». Английское слово «пэлт» переводится как «шкура животного». Так что греческая катапульта пробивает кожу и все, что ее защищает. С такими вооружениями Филипп стал серьезной угрозой для греческих городов-государств. К 338 году он захватил Афины, Фивы и стал неоспоримым хозяином всей Греции. Но после победы дальнейшие поступки Филиппа продемонстрировали, как македонцы могут управлять завоеванными землями, несмотря на свою репутацию варваров. Филипп и его сын Александр, которому тогда исполнилось 18 лет, разбили Афинян и Фиванцев в битве при Херонее в 338 году. А затем Филипп совершил нечто странное. Он разрешил всем Афинянам вернуться домой. Затем в Каринфе он созвал совет представителей всех городов. Он собирался прикрыть свою власть определенной дипломатией. Он сказал, что все... ...жили до этого. Он мог бы разрушить все, как поступил Чингисхан несколько столетий спустя, но он не сделал этого. Почему? Мы не должны забывать, что греки считали, что македонцы – это просто банда разбойников, а македонцы не любили греков. Но Филипп ценил эллинистические идеалы, которым он проник с уважением во время своего давнего пребывания в Фибах. Став царем, он приглашал в Македонию греческих философов и учителей. Его двор говорил по-гречески. Филипп не собирался разрушать Грецию. Он хотел стать греком. Он был похож на двоечника на последней парте, который хочет вырваться в первые ряды, стать крутым парнем. В момент своего триумфа он решил, что готов осуществить свою главную мечту. Он собирался пойти войной на Персию. Ему не суждено было попасть туда. Филипп безвременно погиб от рук предателя. Незадолго до вторжения в Персию царь принимал участие в праздничной церемонии. Когда он шел во главе своей свиты, чтобы доказать свое бесстрашие, один из охранников орванулся вперед и пронзил его в грудь кинжалом. Человек, создавший страну, Грецию, умер в 46 лет. Был ли убийца одиночкой или это был заговор? Мы никогда не сможем ответить на этот вопрос, так как предатель был тут же убит телохранителями Филиппа при попытке скрыться. Но мечта Филиппа овладеть персидской державой не умерла вместе с ним. Она стала еще сильнее, когда царем стал его сын, 20-летний Александр. Именно Александру предстояло использовать возможности военных инженеров армии Филиппа, чтобы реализовать самые смелые планы отца и пойти еще дальше. Сделать весь мир греческим. Всего за 20 лет Филипп II превратил македонцев в самую грозную военную силу и стал абсолютным хозяином Греции. Но в 336 году убийца помешал осуществлению основной мечты Филиппа, которая состояла в покорении главного и давнего противника Греции – Персии. Филипп завоевал Грецию, теперь его сыну предстояло завоевать весь остальной мир. И в мировой истории он стал известен впоследствии как Александр Македонский. Александр был одним из величайших полководцев в истории человечества. Он был великолепен на поле битвы. И, честно говоря, он унаследовал от отца прекрасную военную машину, но получил возможность управлять этой машиной в очень юном возрасте. Филипп заложил инженерно-технический фундамент военных побед. Теперь пришло время его сыну завершить начатую работу. В 334 году Александр повел свою македонскую армию на битву с 35-тысячным персидским войском. Персия была мощнейшей державой, владевшей территориями Ближнего Востока и Малой Азии. Александр и его армия вихрем пронеслись по землям современной Турции, вклинившись в персидские владения. Но персы по-прежнему сохраняли существенное преимущество, которое нужно было компенсировать, чтобы покорить этого векового противника Греции. У Александра была серьезная проблема. У него не было флота. Поэтому ему было необходимо найти способ нейтрализовать персидский флот. И его стратегия состояла в том, чтобы атаковать персидский флот на суше путем осады и захвата важнейших персидских морских военных баз. Александр продолжал продвигаться на юг, вдоль средиземноморского побережья, оставляя осажденными те города и порты, которые не сдавались. Главным испытанием возможности Александра и его инженеров стал хорошо укрепленный и мощный город Тир. В античности Тир был островом, маленьким прибрежным островом. И это делало город в глазах его жителей достаточно защищенным, так как у них был очень хороший флот. Но в конце 4 века до нашей эры все изменилось. Сначала Александр попытался решить вопрос методом дипломатии. Он отправил на остров своих послов и предложил заключить мирный договор. Ответ был коротким и недвусмысленным. Послы убиты, а их тела сброшены с высоких городских стен в море. Ставка была высока. Если бы Александр не смог взять город, то весь остальной мир понял бы, что он не является непобедимым. Так как море служило защитой городу от сухопутных сил Александра, то перед греческими инженерами была поставлена задача приблизить поле битвы к городу. И вот Тир перестал быть островом. Что делать, если противник отказывается выходить из укрытия и сражаться? Александр понимал, что он не может позволить своим войскам пасовать перед силой укреплений. Это означало, что ему необходима специальная техника и специальные виды оружия, чтобы он смог взять любую крепость. Гигантские стены, укрепленная гавань и очень узкая полоска земли с наружной стороны от стен делали город Тир неприступным в течение многих веков. Александр выбрал очевидное и амбициозное решение. Он приказал своим инженерам построить мост, соединяющий материк с островом. Когда такой мост, длиной в полмире, шириной в 60 и высотой в 6 метров был почти построен, Александр начал обстреливать город, вызывая ужас и панику среди жителей. А затем он применил единственное оружие, способное завершить битву. Осадные башни. Осадная башня представляла собой многоэтажную, защищенную от стрелы камней конструкцию, которая передвигалась на колесах. Снаружи от пожара деревянный каркас башни защищала покрытие из необработанной кожи. Внутри имелась лестница, которая соединяла площадки разных этажей, на которых находились стрелометы и другие катапульты, обстреливающие снарядами стены осаждаемого города. Кроме того, башня использовалась как защита для находящегося внизу тарана. Они буквально подкатывали башни к стенам. Воины внутри башни были защищены и могли спокойно осыпать стрелами защитников на стенах города. Кроме того, они старались перейти прямо на стены и начать там рукопашный бой. Александр осаждал тир с помощью таких башен несколько дней. Когда стены были проломлены, он ворвался в пролом и учинил кровавую расправу с городом, который оказал ему сопротивление. Сам по себе штурм был на самом деле кошмарным и незабываемым событием в жизни всех, кто в нем участвовал. Единственным сигналом к началу штурма были звуки трупов. Представьте себе трубящих воинов, грохот атаки, развивающиеся флаги на стенах осаждаемого города. Я думаю, что это было неординарное зрелище. Александр продолжил свой путь на юг, через Палестину. Его уверенность в себе росла. Теперь он замахнулся на одну из величайших империй, которые когда-либо существовали на земле, на Египет. Александр уважал эту древнюю страну с ее впечатляющими пирамидами и колоссальными усыпальницами. Но для того, чтобы отправиться туда, у Александра имелась еще одна причина более практического характера. Египет являлся житницей Средиземноморья. Его плодородные поля были необходимы, чтобы кормить постоянно растущую империю Александру. В отличие от покорения Тира, завоевание Египта не потребовало кровопролития. Александр вошел в Египет как освободитель, как царь, обладающий огромной властью и силой. Египтяне не только приветствовали приход Александра. Они провозгласили его Богом. В 331 году до н.э. они короновали его как фараона и назвали сыном Амона, главного египетского бога. По 24-летнем возрасте Александр был провозглашен бессмертным. Тот, с кем случаются необыкновенные вещи, перед кем, как по волшебству, открываются все двери, кому удается реализовать все свои мечты, тот начинает думать, может быть, я и правда Бог. Я считаю, что Александр действительно так думал. Он не просто притворялся. Он хотел узнать о себе больше. К концу 4 века до н.э. под защитой победоносной армии Александра города Греции вошли в эпоху расцвета. Эти города служили центрами контроля и управления. Но, кроме того, они стали средством распространения на весь мир греческого языка, греческой науки и культуры. В результате достижения греческих инженеров стали известны даже в самых удаленных уголках империи Александра. К 325 году до н.э. Александр отодвинул границы своей империи от Греции почти на 5000 километров на восток, вплоть до земель современной Индии. Армия Александра успешно справлялась с завоеваниями новых территорий, а позади нее оставался вновь созданный греческий мир. Стратегия Александра в отношении завоеванных земель включала в себя заселение их греками и смешение этих греков с местными жителями. Он часто оставлял позади своих солдат, чтобы они брали в жены местных женщин и служили управленцами в его растущей империи. Города, которые были прежде персидскими, египетскими или индийскими, превращались в греческие. Это была экспансия идеалов, которая приводила к образованию гибридной культуры, ставшей известной как эллинизм. Конечно, здесь прослеживаются явные аналогии с тем, что происходит сегодня в эру глобализма. Сегодня общий язык торговли — английский. После Александра Македонского многие люди приобретали греческие привычки и начинали использовать греческий язык. Эллинизм был основан на городской культуре, и его распространение сказалось в том числе и на планировке городов. Когда города строились заново, а также когда перестраивались старые города, греческие инженеры использовали стандартные планы, к которым они привыкли с V века до н.э. Эти планы в виде прямоугольной решетки были для греков символом порядка. Любое правительство, которому удалось заменить старую хаотичную застройку города на строгую последовательность параллельных улиц и прямых углов, было правительством, способным управлять и способным вызывать уважение. Покорение Александром Малой Азии привело к возникновению нового мирового порядка, который мы называем эллинизмом. Любой из завоеванных Александром городов становился греческим городом. Вот, например, Пергамон. 2000 лет назад в Пергамоне имелись все элементы греческого города – агора, храмы, гимназиум, театр. В качестве культурного центра Пергамон вполне мог соперничать с афинами. Можно сказать, что стиль скульптур Пергамона повлиял на Микеланджело. Пергамон был построен на этих склонах. Он был спроектирован таким живописным и таким театральным, каким и был на самом деле. Сегодня руины Пергамона возвышаются над окрестными долинами современной Турции. Это впечатляющий памятник городской греческой архитектуры. Клэр Пауэй, университет и историо-фисалоника. Город должен был быть построен на этом довольно крутом холме. Архитекторы, которые проектировали его, видимо, использовали такой сложный рельеф местности несколькими способами. Во-первых, дворцы и храмы должны были располагаться выше всего. Город находился на высоте выше 300 метров над уровнем моря, что вызывало необходимость в создании целой серии сложноустроенных террас. Во времена эллинизма Афины больше не были таким же сильным городом, как раньше. Другие города становились более важными и влиятельными. В этой ситуации значение Пергамона возрастало. В каком-то смысле это является повторением Афинского Акрополя, в котором храмы, построенные на вершине природной скалы, возвышаются над городом. Но строительство восхитительных храмов и прекрасных зданий Пергамона не жрели никаких средств. Планирование и возведение типичных греческих городов производилось и до Александра. Но только в период эллинизма городостроительство приняло такой небывалый размах. Куда бы вы ни поехали, вы всегда узнаете типичный греческий город. В каждом из них есть театр, греческие храмы, гимназиум. В каждом из них есть Агора, центральная рыночная площадь. Главным местом, фокусом греческого города являлась рыночная площадь, которая называлась Агора. Здесь купцы торговали каждодневными мелочами. Сюда приходили горожане, чтобы обменяться новостями и обсудить последние политические события. Рядом с Агорой располагалась Стоа. Просто спроектированное здание, являвшееся эквивалентом современного мола. Стоа была ограничена с одной стороны колоннадой, с другой стороны стеной. Большое пространство внутри находилось на свежем воздухе и одновременно было защищено от непогоды. Агора и Стоа являлись экономическим, общественным и политическим центром эллинистического города. Но культурная жизнь города фокусировалась в другом месте. Чудо архитектуры, важнейшее сооружение греческого города – театр. Вообще-то театр был афинским изобретением. Ведь драма, кроме всего прочего, демократичный вид искусства. Она родилась в Афинах одновременно с афинской демократией. Театр был важнейшей, очень существенной составляющей греческого стиля жизни. Я думаю, что допустимость различных точек зрения стала великим завоеванием древнегреческой цивилизации, которая она нам подарила. На сцене древнегреческого театра не только высказывались различные мнения. Эти театры вдохновили римлян на строительство колизеев. Их конструкция служила основой для проектов стадионов в течение двух последующих тысячелетий. Раздели своих людей на племена и на кланы так, чтобы один клан мог помогать другому и одно племя поддерживало другое. Так говорил Нестор Агамемнону в Илиаде. И эти слова могли быть произнесены здесь. Потому что величайшими дарами, оставленными нашему миру греческой культурой, являются театр и музыка. Вот греческий театр в Пергамоне. Здесь довольно сильный наклон. В этот театр могли прийти тысячи и тысячи. Каким же образом голос актера, стоящего на этой сцене, мог быть услышан зрителями? А он действительно был слышен даже в самом последнем ряду. Ответ на этот вопрос нашли греческие архитекторы. Во-первых, театр выкапывался на склоне горы, так что не было необходимости строить какую-либо поддерживающую структуру. Сама гора служил опорой для этих каменных скамеек. Во-вторых, театр был полукруглым. А полукруг способен создавать удивительные акустические эффекты. На этой сцене вы можете говорить шепотом, и зритель на заднем ряду услышит вас так, будто вы шепчете ему на ухо, так как звук отражается от задней стены. Кроме того, актеры носили маски. Эти маски не только отражали характер персонажа, они также служили видом мегафона. Таким образом, все эти три эффекта соединялись и превращали театр в фантастическое место, куда хотелось прийти и услышать Агам Эммнона, поставленного Эсхилом. Лучше всего сохранился театр в Эпидавре, на берегу Арголитского полуострова, на северо-востоке Пелопоннеса. Греческий театр можно разделить на три основные части. Театрон, или ряды скамеек, где сидели зрители, орхестра, место для хора и актеров, где, собственно, и происходило действие, и скена, деревянное строение позади орхестра. Скена и ее плоская крыша использовались для переодевания актеров, а также для установки декораций. Театр в Эпидавре имел 55 рядов и делился горизонтальными проходами на три секции со скамьями. Лестницы разделяли места для зрителей на отдельные сектора. В целом, этот гигантский театр мог вместить от 12 до 14 тысяч зрителей. Но особенно замечательным делают этот театр его акустические возможности. Если вы сидите на самом верхнем ряду, то вы находитесь очень далеко от сцены. И человек, который стоит внизу на сцене, кажется вам очень маленьким. Но вы можете разговаривать с этим человеком, лишь чуть-чуть повысив громкость вашего голоса. Всего за 10 лет Александр обеспечил условия для доминирования греческой культуры во всем мире. Но империи и их лидеры не вечны. И Александр не был исключением из этого правила. Его преждевременная смерть освободила дорогу для тех царей и тех государств, чьи технологии позволили создать чудеса света. К 323 году до н.э. империя Александра простиралась от Греции на западе до Индии на востоке и включала в себя Египет на юге. Своими победами его армия была обязана использованию передовых для того времени технологий, а также легендарным способностям самого Александра, который смог создать мощную армию из тысяч преданных ему людей. Но спустя 13 лет и на расстоянии в тысячи километров от родины резервы этой преданности оказались исчерпаны. терпение его солдат закончилось, и они восстали. Они отказались идти дальше, и Александру пришлось повернуть назад. Возвращаясь из Индии, Александр собирался консолидировать свою империю, но был сражен таинственной болезнью. Никто точно не знает, что стало причиной его смерти. Была ли это какая-то инфекция, или результат суровой жизни воина, или ранение, которое он получил в бою. Согласно легендам, в военных походах он жил так же и испытывал те же лишения и трудности, что и его воины. Одна из версий состоит в том, что он просто напился до смерти. Возможно, правда скрыта в интригах македонского двора. Отец Александра был убит, может быть, и его самого отравили? Мы не знаем ответов на эти вопросы. 10 июня 323 года, не дожив всего один месяц до своего 33-летия, самый сильный человек в истории умер. Бурный расцвет его, так быстро образовавшейся империи, теперь должен был смениться ее кровавым распадом. Борьба за власть между региональными правителями быстро заполнила вакуум, образовавшийся после смерти Александра. Генералы и их наследники стали кромсать империю, стараясь заполучить владения получше. И еще многие поколения продолжала сих свара. Земли Египта отошли к Птолемею, одному из генералов Александра. Он стал правителем этих богатых и процветающих территорий вдоль реки Нил. Птолемей стал основателем династии, которая в течение последующих 300 лет царствовала в этой стране, вместившей в себя как греческую, так и египетскую культуру. Птолемей I был человеком, который сделал себе карьеру, будучи генералом и советником Александра. Его целью теперь стало добиться максимально возможного благополучия и безопасности для подвластной ему части империи. Египет был главной жемчужиной в ожерелье средиземноморских государств. Избыток производимого там зерна означал, что судьба сделала Птолемея правителем житницы древнего мира. Важной задачей Птолемея было подтвердить свою легитимность владения троном египетских царей, а также свои права наследника Александра. По македонской традиции тот, кто похоронил умершего царя, приобретал права на его престол. Поэтому Птолемей захватил в свои руки руководство похоронами и привез в Египет мумифицированное тело Александра, упокоив его в Александрии, том самом городе, который основал сам Александр 15 лет назад. При Птолемеях Египет превратился в мощное государство, а Александрия стала интеллектуальной и научной столицей греческого мира. Он хотел, чтобы этот город являлся носителем греческой культуры и использовал как греческие, так и египетские технологии. Он собирался построить в некотором смысле новые Афины. Александрия расположена на египетском побережье. Удобная гавань превращает ее в важнейший центр торговли с другими городами Средиземноморья. Птолемей понимал это и начал реализацию одного из наиболее амбициозных инженерных проектов в истории – всемирно известный маяк. Ночью его свет был виден с огромного расстояния и корабли могли ориентироваться по нему за много-много миль от города. Днем из него выходил дым. В общем, это было совершенно замечательное сооружение. В те времена только Великая Пирамида в Гизе была выше этого маяка. Легенда гласит, что его высота была почти 100 метров, то есть сравнима с высотой Статуи Свободы. А некоторые ученые утверждают даже, что маяк мог быть высотой в 150 метров. До сих пор не ясно, как именно был построен этот маяк. Но в 15 километрах от Александрии находится надгробный памятник, который, как считают исследователи, является точно уменьшенной копией того маяка. В соответствии с этой моделью маяк состоял из трех частей, расположенных на разных уровнях. Нижняя часть квадратная. на ней стоит восьмиугольник. А самая верхняя секция имеет форму цилиндра. И на самом верху находится фонарь. Фонарь на верхушке этого маяка освещал море мощным и постоянным пучком света. Исследователи считают, что, скорее всего, топливом для него служили дрова. И что в нижнем ярусе маяка находилась спиральная дорога такой ширины, чтобы по ней могли проехать животные с телегами, груженными топливом. Эта дорога, возможно, вела в комнаты, где складировались дрова. Со второго уровня топливо поднималось наверх с помощью специального подъемника. Существуют рассказы о зеркалах и специальных оптических устройствах, которые могли усиливать яркость света, чтобы его можно было увидеть за многие мили от маяка. Но доказательств существования таких устройств не найдено. И большинство исследователей считают, что это был обычный фонарь, что там был просто большой огонь и ничего больше. Маяк просуществовал почти 1600 лет, атакуемый ураганами, волнами и даже землетрясениями. Но в 1300 году нашей эры мощнейшее землетрясение превратило это чудо света в руины. Почти 700 лет фрагменты маяка пролежали на дне Средиземного моря. Затем, в 1994 году команда аквалангистов и археологов обнаружила на дне Александрийской гавани массивные камни, которые, возможно, станут основой для новых открытий в истории мировой инженерии. Известный французский археолог Жан-Ив Эмпериор начал серию очень интересных и важных подводных исследований. Он ищет участников и архитекторов для своего проекта. Так что, возможно, наступит день, когда мы увидим воссозданный из руин маяк. Под водой археологи нашли каменные глыбы весом более 70 тонн каждая, включая одну из глыб, которая могла быть перемычкой массивных дверей в здании маяка. Но маяк был не единственным чудом, которое родилось в Александрии при Птолемее. Когда маяк уже поднялся в небо, Птолемей начал реализацию еще одного грандиозного проекта, в результате чего величайшие умы того времени стали съезжаться в Александрию. Это была Великая Александрийская библиотека, место, в котором, как утверждалось, хранилось более 200 тысяч свитков по всем отраслям знания. Именно здесь один из инженеров предложил использовать энергию пара за 1700 лет до появления первого в мире паровоза. После смерти Александра и распада его империи один из его генералов, посвятивших часть своей жизни завоеванию различных цивилизаций, теперь решил создать свою. Сплав греческой культуры с египетским богатством и престижем стал фундаментом для города нового типа, величайшего и самого космополитичного из всех городов древнего мира – Александрии. Это город всех народов. Птолемей, правители нового египетского царства, создали нечто, не имевшее аналогов в мире. Свет Александрийского маяка указывал путь к гавани приплывавшим кораблям, а оригинальное видение мира Птолемеем стало таким маяком для величайших умов человечества. Их гавань – это библиотека и музей в Александрии. Слово музей в те времена не означало, что там что-либо показывали. Это был научный центр. Это был котел идей. Возможно, первый гигантский котел идей в истории человечества. Птолемей приглашал великих ученых и писателей со всех уголков греческого мира. А библиотека стала самым большим хранилищем книг в этом мире. Там хранилось неправдоподобно большое количество слитков. Некоторые считают, что 200 тысяч, некоторые, что 500 или 700 тысяч. Именно в этом музее и в этой библиотеке впервые в истории знания стали богатством, которое можно хранить и можно разделить с другими. Фактически некоторые открытия, сделанные в Александрии более чем за 200 лет до рождения Христа, не были восприняты обществом даже спустя 1800 лет. Студентов обучали тому, что земля круглая, один из величайших астрономов древности Эратосфен вычислил окружность земного шара с точностью до 1%. Очень интересным фактом является следующий. Когда иностранные суда пребывали в Александрийскую гавань, капитаны должны были в первую очередь задекларировать все имевшиеся у них папирусы, любые научные и философские труды, и затем отдать их в библиотеку для копирования. Но обычно обратно капитан получал лишь копию, а оригинал оставался в библиотеке. Хотя Птолемей был македонским греком, секрет успешного правления его династии кроется в его желании воспринять египетскую культуру. Семья Птолемея сделала все возможное, чтобы египетские традиции и обычаи стали их собственными. Птолемей второй, сын Птолемея первого, даже женился на собственной сестре Арсенои. В семьях египетских фараонов существовала традиция внутрисемейных браков брат-сестра, так как считалось, что эти люди подобны богам и не могут быть связаны узами брака с простыми смертными. Единственным человеком, который также имел божественное происхождение, а значит подходил на роль супруги для брата, была собственная сестра. Птолемей могли использовать египетские традиции, чтобы повысить свой статус до божественного уровня. Но в конце концов, как и все остальные фараоны, они оказывались смертными людьми. Птолемей не дожил до того момента, когда все его мечты осуществились. Он умер в 283 году до нашей эры естественной смертью, так и не увидев горящего маяка и завершенного здания библиотеки. Александрия продолжала процветать, оставаясь меккой наук при всех Птолемеях. Оттуда вышли многие выдающиеся мыслители тех времен. И в первом веке нашей эры, сразу после завершения трехсотлетней эпохи правления Птолемеев, Александрия подарила миру одного из величайших математиков и механиков Греции. Его звали Герон. И его знаменитые проекты дают основания поместить это имя в одном ряду с величайшими инженерами мира. Профессор Тасиус, Технический университет Афина. Книги Герона написаны очень подробно. Там детально объясняются все инженерные процедуры. Сам ученый считал, что работает в области искусства. Но мы не должны забывать, что в Древней Греции понятие искусства включало в себя и понятие технологий. Его инженерные проекты применялись в самых различных областях. Он изобрел огнетушители, одометры и даже автоматические двери. Он проводил первые эксперименты с использованием энергии пара. А ведь работающий паровой двигатель был создан в Англии лишь около 1700 года нашей эры. На 1600 лет раньше Герон создал прототип этого парового двигателя. Говорит Лотар Хазельбергер. Это была металлическая сфера с двумя трубками, которая могла свободно вращаться. Сфера заполнялась водой и нагревалась снизу. Внутри образовывался пар, который начинал вращаться, приводя сферу в движение. Этот пар таким образом служил рабочим веществом, состоянием которого можно было управлять. Мы думаем, что в определенных исторических условиях через пару столетий в Александрии могла произойти промышленная революция. Все предпосылки для этого там имелись. Интересный факт состоит в том, что Герон изобрел паровой двигатель. Но тут возникает вопрос, почему этот двигатель не использовали? Почему не стали делать паровые машины, как в Англии много столетий спустя? И ответ состоит в том, что в Египте использовался рабский труд, который был очень дешевым. Не было никакой необходимости заменять его машинами. Так что складывалась интересная ситуация. Вы создаете новую технологию, но не знаете, что с ней делать, потому что в ней нет никакой реальной экономической необходимости. Открытия и проекты Герона и сегодня вызывают большой интерес у инженеров. Но, возможно, в Александрии было сделано немало других изобретений, о которых нам ничего не известно. Исследователи не знают, когда именно, но Александрийская библиотека полностью сгорела, и большая часть научных трудов древнего мира превратилась в пепел и залог. Тем не менее, Александрии и греческие инженеры, работавшие там, зажгли факел инноваций, осветивший древний мир подобной звезде, указывающей путь морякам в океане. Волшебная эпоха Александра, эпоха рождения и гибели империй оставила нам законы, которыми мы пользуемся до ныне. Главной идеей греческих инженеров было изучить и использовать силы природы для пользы человечества, для улучшения и облегчения его жизни. Александрия, без сомнения, стала тем местом, где греческая математика и инженерия пережили пору своего расцвета. Фантастическая Александрийская библиотека, к сожалению, сгорела, став поминальным огнем на могиле того человека, который не только завоевал мир, но и обогатил его идеями, идеалами и ценностями греческой культуры. Но даже с распадом империи Александра Греция не исчезла. Она возродилась в том, что многие считают величайшим экспериментом эллинизма в Риме. Я Питер Уэллер. Пока.